Татьяна Романова Главная книга «Владельца собаки» От автора «Десять лет назад ко мне приехал двухмесячный щенок, не первый в моей жизни. Еще одна моя собака, которую, как и всех предыдущих, я буду любить всем сердцем, думала я. Однако этот еще один охламон оказался внезапно совсем другим. Вещью в себе. Я до сих пор иногда говорю, что когда ученые обнаружат у собак ген аутизма, Эльбрус окажется его обладателем. И это станет разгадкой того, почему же мой щенок так не хотел общаться с людьми. Он не боялся, нет. Они ему были не нужны и не интересны. Он с удовольствием ел сам, но отказывался есть из рук. С радостью играл один, но сразу уходил на лоджию, как только я предлагала ему поиграть со мной. Когда, усомнившись в своих силах и знаниях, я обратилась за помощью к коллеге-тренеру, та почесала затылок, задумчиво глядя на трехмесячного голенастого эрдоленка, которому было все нипочем. Затем сказала, что на него надо надевать электроошейник и как можно скорее. Иначе никак. Электроошейника не было, но был свой собственный путь, который превратил дрессировку из давнего хобби в профессию. А щенка-мизантропа, вардоленка и умного партнера, на которого можно положиться в любой ситуации и с которым невероятно интересно общаться. Долгое время мне казалось, что это просто Эльбрус такой. Пока однажды я не оговорилась на занятиях, назвав ученическую собаку Эллиным именем. Так она была похожа на него поведением. Один раз, а потом второй, другую собаку, и третий. Я задумалась и присмотрелась. И поняла, что это не Эльбрус такой. Оказалось, что я умею помочь хозяину сделать его собаку такой же умной, воспитанной и послушной, интересной, находчивой, честной и желающей говорить со своим хозяином. Порой я шучу, говоря, что собаки – волшебные инопланетяне, которые прилетели на Землю, чтобы спасти нас от одиночества. Наука еще знает о них так мало, но этого мало, уже так много, чтобы понять, что при правильном подходе собаку можно обучить да практически чему угодно. Эльбрус вон картины рисует, обруч на голове крутит, на флейте играет. Умение слушать и слышать собаку, общаться с ней на понятном ей языке, доносить свои пожелания понятным для собаки путем, не используя силу и крики, творят чудеса в обучении. Представьте себе, что однажды утром, открыв дверь, вы увидели у себя на коврике коробку с маленьким инопланетянином и номером телефона в записке. Это номер того, кто знает, как с ним общаться. Задавайте прямые и четкие вопросы. Представьте, о чем бы вы расспросили специалиста по маленьким инопланетянам. Как обустроить его быт, где он любит спать, чем и как он питается, как понять, что он хочет сказать, а как его можно обучить. Он любит играть? А как лучше с ним играть? Сколько он должен спать? Чего можно от него ожидать в том или ином возрасте? Вдруг он хочет нас завоевать? Любит ли он, когда его гладят? Где у него кнопка «Выкол»? Как понять, что он заболел? Что должен уметь воспитанный инопланетянин? В книге вы найдете прямые и четкие ответы на эти вопросы. И даже на те, которые пока не пришли вам в голову. Все, чтобы не просто вырастить вашего четырехлапого инопланетянина прекрасным партнером и компаньоном, но и вместе с ним наслаждаться этим счастливым этапом вашей жизни. Я желаю, чтобы ваш путь с собакой по жизни был наполнен счастьем совместного общения, любовью и уважением друг к другу. А я вам в этом помогу. Глава первая. У нас будет щенок. Что важно знать, прежде чем завести собаку? Введение. Чтобы ваша с собакой совместная жизнь доставляла больше радостных моментов, чем грустных и раздражающих, стоит подойти к выбору будущего питомца максимально ответственно, вооружившись определенными знаниями. Какой вырастет ваша собака, конечно, во многом зависит от того, щенка какой породы вы возьмете, в каком возрасте и откуда. С улицы, у друзей, в специализированном породном питомнике. Но с того момента, как малыш появляется у вас дома, ваше влияние на будущий характер питомца поистине огромно. Ученые до сих пор спорят, что важнее – врожденное качество или окружающая среда и воспитание. Своими действиями вы начинаете лепить из щенка будущую собаку, как из пластилина. И чем больше у вас знаний, тем выше шанс, что щенок вырастет в такого питомца, о котором вы мечтали. Щенячий мозг питывает знания стремительные зачастую на всю жизнь. Например, если щенячий мозг решит, что мир – опасное место, велика вероятность, что взрослой собаке вы никогда не сможете доказать обратное. Если вы настолько ответственный владелец, что слушаете эту книгу заранее, еще только приняв решение взять щенка, но не выбрав, какого именно. Эта глава поможет вам понять, на что опираться и чем руководствоваться в своем выборе. И вот вы выбрали щенка, увидели его на фото, и такой он милый и славный, что вы готовы мчаться, чтобы скорее забрать свое сокровище домой. Задержитесь на минуточку, осмотрите свой дом. Все ли у вас действительно готово, чтобы привезти карапуза? Можно, конечно, покупать все по ходу дела, но захочется ли вам бегать по магазинам, отыскивая необходимые вещи, или покупая первое, что попадется? Если щенок уже у вас дома, вы можете использовать эту главу как своеобразный проверочный список. похвалить себя за то, что сделали правильно, и подправить то, чего, возможно, не учли. Вторая часть этой главы дает незаменимые знания о том, как вести себя первое время после появления малыша у вас дома, чтобы не напугать его, но и не лишить самостоятельности, как познакомить с домочадцами с максимальным комфортом для всех, и стоит ли сразу созывать друзей на смотрины. 1.1 Выбираем породистого щенка. Выбирая щенка определенной породы, вы как минимум знаете, как будет выглядеть ваша собака, став взрослой. Какого размера она будет? Как ухаживать за ее шерстью? Вы также можете заранее ознакомиться со статистикой заболеваний и предрасположенностей выбранной породы. Если среди представителей часто встречаются определенные заболевания, стоит выяснить, какие тесты и в каком возрасте необходимо сделать щенку. Щенок определенной породы это результат многолетней продуманной селекции с тем или иным набором качеств. Конечно, в рамках породы всегда есть индивидуальные вариации, но выбирая определенную породу, вы с большей долей вероятности можете предположить, какое поведение у вашей собаки будет более выражено, а какое менее. Так, например, выбирая собаку аборигенной породы, важно понимать, что представители этой группы довольно автономны. Это качество можно уважать или наоборот ненавидеть, но учитывать его при выборе щенка необходимо. Конечно, грамотно построенные регулярные занятия дрессировкой дадут свой результат, и вы вырастите комфортного воспитанного питомца. Например, хаски и бассенджи выступают в рингах аджелитте, фристайлы, танцев с собаками и даже обедиенс, послушание. Но все же не стоит ожидать от них результатов, которые при таких же грамотных регулярных занятиях покажет овчарка или лабрадор. Если вы принимаете решение завести щенка Джак Рассел Триера, не стоит забывать, что эти собаки очень активны, довольно возбудимы и обладают сильным охотничьим инстинктом, где в охотничьей цепочке путем селекции закреплен этап схватить и задушить. Для одного человека указанные качества будут притягательны, например, именно благодаря упомянутым качествам Джак Рассел Триеры прекрасно зарекомендовали себя в таких видах кинологического спорта, как фризби или аджелити. Другой же будет мучиться всю собачью жизнь. Конечно, внешний вид исключительно важен, но прежде чем покупать щенка определенной породы, следует ознакомиться с историей породы и узнать, для каких целей ее выводили. И, пожалуйста, не верьте фильмам. К сожалению, каждый качественно снятый фильм, где основным героем выступает собака той или иной породы, рождает череду мифов и легенд. В итоге порода становится популярной, ведь так хочется завести дома верного хатика или смешную собачку из маски. Не забывайте, что собаки, снимающиеся в кино, это собаки, с которыми работают дрессировщики, мастера своего дела. И это единичные собаки-актеры, а сюжеты чаще всего выдуманные. При выборе породы также необходимо учитывать темперамент собаки и ваш образ жизни. Если вы очень активный человек, скорее всего, флегматичный чау-чау, не самый подходящий для вас вариант. Если вы домосед, завести фокс-терьера будет не лучшей идеей. А если вы любите длинные пешие походы по пересеченной местности, современный английский бульдог совершенно точно не разделит это ваше хобби, а вот бигель с радостью будет вас сопровождать. Итак, вы выбрали породу. Что дальше? Я бы рекомендовала ознакомиться с питомниками, предлагающими щенков выбранной породы. Конечно, щенок из питомника стоит дороже, но и шансы купить здорового малыша от здоровых родителей также выше. Честные питомники, дорожащие своим именем, подходят к вопросу разведения ответственно, тщательно подбирают пары для своих собак, исходя не только из внешнего вида, но и из нюансов темперамента, характера. Собаки-производители из серьезных питомников проходят тесты по здоровью, что является определенной гарантией, уменьшающей риски развития породных заболеваний у вашего щенка. Вдумчивые заводчики обеспечивают идеальные условия для беременной суки. Внимательно следят за развитием малышей, предлагают качественное питание, а некоторые даже занимаются ранней стимуляцией щенков и начинают проводить с ними процесс социализации. Если вы выбираете щенка из питомника, вы всегда можете найти выпускников этого питомника, связаться с их хозяевами, чтобы расспросить их о собаках. Есть ли какие-то заболевания у их питомцев? Есть ли страхи или агрессивное поведение? Конечно, нельзя исключать развитие проблем у собаки из-за неподходящего питания или условий содержания в доме у нового хозяина или из-за некорректного тренинга. Однако, если хозяева нескольких собак из одного питомника рассказывают вам об аллергии у своего питомца или о неофобии, страхи нового, есть вероятность, что эти проблемы не частного порядка, а передаются от родителей. На рынке также можно найти породистых щенков не из питомников. Обычно такие щенки стоят дешевле. Однако, в подобном случае, прежде чем принимать решение о приобретении малыша, я бы рекомендовала посетить место, где живут щенки и их мать. Хозяева суки могут искренне любить свою собаку и по какой-либо причине решить ее повязать. В таком случае собака будет вынашивать щенков в отличных условиях, в любви и внимании, а щенки будут расти в чистоте и заботе. Однако, не стоит забывать и о так называемых разведенцах, для которых щенки лишь средство наживы. Обычно у подобных людей собаки живут в антисанитарных условиях, зачастую они содержатся в клетках, из которых выходят лишь на несколько минут в день, а то и вовсе не выходят. Суки рожают в каждую течку, не успевая восстановиться, а щенки, рожденные в подобных условиях, не получают необходимое питание и полезные вещества. Растут в условиях обедненной среды, вынуждены ходить в туалет в той же клетке, в которой они живут, спят и едят. Щенки, рожденные в подобных условиях, по умолчанию попадают в группу риска по развитию проблемного поведения. Среди наиболее часто встречающихся поведенческих проблем у подобных щенков выделяют страх новизны, страх людей, страх громких звуков, страх улицы, тревогу расставания, проблемы нечистоплотности. 1.2 Выбираем беспородную собаку. Выбирая беспородную собаку, важно понимать, что вы приобретаете дизайнерский вариант. Собака будет единственной и неповторимой. Беспородную собаку можно взять из семьи, из приюта или с улицы. Беря дворнягу, рожденную от домашней собаки, живущей в семье, вы можете познакомиться с мамой щенков, а если отец семейства известен, то и с папой. А также проверить, в каких условиях собака-мать вынашивала и рожала потомство, в каких условиях содержались малыши. Беря щенка из хороших условий, вы будете уверены в том, что щенков любили, о них заботились, малыши содержались в чистоте. Увидев мать щенков, можно хотя бы частично предполагать будущие размеры вашего малыша, но не забывайте, что отец также передает свою часть наследия. И сколь велика вероятность развития проблем поведения, если, например, мать щенков боится новых щенка из приюта, стоит помнить, что условия даже самых лучших приютов далеки от идеальных. Чаще всего щенки, попавшие в приют в возрасте до трех месяцев, это щенки, выросшие в обедненной среде, а стало быть, в критически важный период своего развития, период социализации, они были лишены возможности активно познавать окружающий мир. Увы, не всегда, но зачастую такие щенки вырастают в очень осторожных и пугливых собак. Более оптимистичные прогнозы касаются щенков, попавших в приют в старшем возрасте. К сожалению, чаще всего мы не знаем судьбы и условий взросления приютских щенков. Были ли они рождены дома от домашней собаки, а затем выброшены на улицу и в каком возрасте? Рождены на улицах города или они родились где-то в лесной норе и случайно вышли к дороге, где их и нашли люди, прежде чем передали в приют. Условия, в которых мать вынашивала малышей, в которых родились и росли щенки, всегда отражаются на будущем поведении собаки. Если сука на момент беременности регулярно испытывала стресс от холода, голода, боли, ее щенки будут более остро воспринимать раздражители внешнего мира, будут более возбудимы, проще пугаться и с большей вероятностью демонстрировать агрессивное поведение в странных или пугающих ситуациях. Щенок с городской улицы с одной стороны точно не упустил свой период социализации и успел познакомиться с разными людьми, разными шумами и поверхностями. И это огромный плюс. Однако, к сожалению, мы не знаем, каким был его опыт, как не знаем и в каких условиях он был рожден и от какой собаки.